Привет, это Марк Бартон. Рад, что вы смотрите это видео. Сегодня поговорим о семи способах понять, что вас действительно любят. Как это сделать? Будем говорить, конечно же, о женщинах. Как женщине понять, что мужчина, находящийся рядом с ней, действительно любит ее, а не пользуется и не манипулирует, не использует ее ресурсы женские, просто удовлетворяет свои потребности эгоистично. Прежде чем подробнее поговорим на эту тему, я хочу напомнить, что каждый месяц у нас проходит бесплатный онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная». Ссылка находится в описании под этим видео, поэтому сразу после просмотра этого ролика переходите по ссылочке и регистрируйтесь. Как все-таки осознать, что вы находитесь в отношениях, где вас действительно любят и что в отношениях присутствует любовь? Давайте мы начнем с первого пункта. Это самооценка женщины. До встречи с мужчиной вы, естественно, понимали и осознавали степень значимости своей личности во Вселенной. Возможно, у вас было четко сформированное мнение о себе, и вы были достаточно уравновешенной личностью, которая проживала свою жизнь, опираясь как раз-таки на свою здоровую самооценку. После встречи с вашим мужчиной, после того, как отношения начали развиваться, вы начали замечать, что самооценка наоборот начала понижаться, либо наоборот самооценка в отношениях с мужчиной начала расти. Так вот, если ваша самооценка в отношениях растет, вы становитесь еще более значимой фигурой для своего мужчины, для себя самой. Вы чувствуете, что у вас пробиваются крылышки в прямом и переносном смысле, что вы становитесь более наполненной, что вы становитесь более решительной. Это, конечно же, показатель того, что в отношениях рядом с вами находится любящий вас мужчина. Если же наоборот, если ваша самооценка изо дня в день только понижается, ну, вряд ли это любовь. Возможно, зависимость, возможно, какие-то невротические отношения, но не любовь. Второй очень важный пункт – это уверенность в себе. До встречи с мужчиной вы были, возможно, уверены в чем-либо, а может быть наоборот. То есть до встречи с мужчиной вы были такой личностью сомневающейся. Может быть, вы мечтали о чем-то, но не были уверены, что у вас получится достичь этих целей, сделать так, чтобы мечты сбылись. А может быть, ваша неуверенность проявлялась в работе, в общении с людьми. И тут появляется он, ваш мужчина. Начинаются отношения. И откуда ни возьмись, ваша уверенность начинает бить ключом. Это помогает вам в работе, в карьере, в бизнесе, в творчестве, в общении с людьми. Это влияет на улучшение ваших взаимоотношений с родителями в семье. То есть рядом с этим мужчиной вы понимаете, что обрели новую себя. Либо наоборот. То есть если вы обрели новую себя, эта уверенность, она отовсюду. То, естественно, вы рядом с хорошим мужчиной, с мужчиной, который вас действительно любит, заботится о вас. Если же обратная сторона медали, то есть мы смотрим, что вы стали еще более неуверенны, начинаете сомневаться в себе, у вас начинаются проблемы из-за этого. Это признак того, что вы находитесь в токсичных отношениях, где мужчина вас просто-напросто подъедает и лишает вас каких-либо сил для осуществования. Питается вашей энергией и все. Третий очень интересный способ – это ваша женственность. Вы стали более женственной. Эта женственность позволяет вам проживать свою жизнь в таком состоянии кайфа. Вы получаете удовольствие от самой себя. Вам нравится осознавать и чувствовать себя женщиной именно этого мужчины. Это очень важно. Не просто женщиной. То, что вы женщина, вы и так знали до встречи с ним. Странно было бы, если бы вы не знали этого. А здесь очень важно осознавать, нравится ли мне быть женщиной именно этого мужчины. Потому что у каждого мужчины есть свои проявления заботы, ласки, внимания. Мужчины разные по темпераменту, эмоциональности, по взглядам на жизнь, по интересам, по ценностям. И здесь важно понимать, мне нравится быть женщиной именно рядом с этим человеком. Если да, все здорово и прекрасно. Если вы не чувствуете себя рядом с ним, женщиной, если вы понимаете, что она увядает, это не любовь. Это что-то другое. Это что-то не пробуждающее в вас энергию жить. Это что-то разрушающее. Поэтому обратите на это внимание. Еще очень интересный момент, который я себе здесь отметил, это ваша сексуальность. Понятно, что в период знакомства, когда эмоции, страсть берут верх над разумом, вы строите отношения в большей степени с позиции сексуальной энергии, то там говорить о сексуальности рановато. Вроде бы все здорово и прекрасно. А сейчас, когда эмоции, страсть и сексуальная энергия подутихли, вы чувствуете, что ваша сексуальность рядом с этим мужчиной приумножается. То есть вы становитесь более раскрепощенной. У вас получается в отношениях познавать себя с новых, совершенно незнакомых вам сторон. Раскрывать какие-то новые грани, получать какие-то новые удовольствия. То есть ваша сексуальная энергия в этих отношениях, она бьет ключом, либо в этих отношениях вы чувствуете себя сексуально ущемленный. И здесь речь не идет об ущемлении сексуальном, где вас лишают близости. Нет. Возможно, вы находитесь рядом с мужчиной, который позволяет себе флирт с другими женщинами, переписку, посещение сайтов и знакомств, встречу с какими-то другими женщинами. То есть здесь прямая атака идет на вашу сексуальность. То есть все очень просто. Моя сексуальность стала более, тавтология такая, сексуальной, либо же я все-таки наоборот, стала менее сексуальной в этих отношениях. Я постоянно обнаруживаю какие-то недостатки в себе, у меня появляются комплексы. Значит, там нет любви. Там, где любовь, там хорошо, там вы кайфуете. Там, где нет любви, там постоянные попытки что-либо прояснить, доказать. Там постоянно сталкиваешься с обрушением внутренних каких-то ценностей, интересов, той же женственности, самооценки. Давайте пойдем дальше. Внешность. Ну, наверняка вы познакомились с мужчиной, и он подошел к вам не потому, что вы были в какой-то мешковине с коробкой картонной на улице, и у вас было написано на коробке «помогите кто чем может». Но если мужчина на вас обратил внимание, вы были яркие и заметные. Ваша внешность рядом с мужчиной, она стала лучше или хуже? Или, знаете, вот когда, может быть, не совсем правильным сравнением будет, когда автомобиль попадает в руки надежные, к надежному хозяину, к хорошему, к ответственному, он всегда чистенький, ухоженный, исправный. Да все у него прекрасно и здорово. Если попадает в руки к человеку, который неряшливо относится к нему, соответственно, он так и выглядит. Так же и с женщиной. Если женщина оказалась рядом с мужчиной, который действительно ее любит, она начинает расцветать, и это даже видно внешне. То есть ее внешность преображается, она яркая, она счастливая, она улыбается, от нее идет такое сияние жизни. Возможно, она даже меняет, знаете, как-то гардероб свой, где у нее цвета ее одежды становятся более жизнерадостными. Она вообще ведет себя по-другому. То есть когда ты встречаешься с такой женщиной, ты понимаешь, что она находится в правильных руках мужских. То есть рядом с этим мужчиной она расцветает, как самый настоящий цветочек. И это видно по ее внешности. То есть она стала лучше, намного лучше, чем была до отношений с этим мужчиной. Если в вашей жизни так происходит, все здорово и прекрасно, вы действительно находитесь рядом с источником любви. Если же вы наоборот увидаете, у вас начинают появляться мешки под глазами, постоянная усталость, недосыпание, вечно плохое настроение, мимика вашего лица говорит о том, что вас уже все задрало, все происходящее в отношениях. Вы не радуетесь, а просто-напросто мучаетесь и страдаете. Это все отражается на вашей внешности. Но это, конечно, показатель того, что вы не находитесь рядом с источником любви. Следующий очень важный момент, опираясь на который, можно сделать вывод, что рядом с вами действительно любящий вас человек. Это удовольствие. Вы получаете удовольствие с этим мужчиной больше, чем этих удовольствий было без него. То есть, понятно, что с одной стороны можно сказать, зачем нужны эти отношения, если мне в них хуже, чем без них. И многие могут сказать, Марк, ну это какая-то уже чуть ли не выгода там получается. Давайте будем честными. Зачем дополнительный геморрой человеку нужен? Хватит заниматься построением отношений, опираясь на книжки. Давайте строить отношения, опираясь на жизнь. Ну вот зачем человеку, у которого все было прекрасно в жизни, дополнительный геморрой и страдания с появлением мужика? Зачем мужчине геморрой дополнительный, когда женщина появляется в его жизни? Наоборот, с появлением любимого человека хочется чувствовать себя в кайфе, в удовольствии, в радости. И если вы понимаете, что рядом со своим мужчиной вы получаете больше удовольствия, в удовольствии, нежели без него, то это очень здорово и круто. Если же наоборот, раньше вы как-то проживали жизнь через удовольствие, через наслаждение, через радость, а с появлением мужчины это все отошло, и постоянное вот это нытье, бубниловка, разборки, выяснение отношений, никакой радости, ничего не радует, то там нет любви, там есть невротическая связь, там есть зависимость, созависимость, но там нет любви, которая могла бы позволить вам чувствовать себя настоящей женщиной. И последний пункт, который я хотел затронуть, это такое умиротворение женщины. Что значит умиротворение? Это душевное спокойствие, когда вы не тревожитесь. Вот есть две большие разницы. Когда женщина находится с любимым мужчиной, с правильным мужчиной, она живет в состоянии умиротворения, то есть у нее все прекрасно, все хорошо, она не нервничает беспричинно, если нет на то оснований. А женщина, которая находится рядом с мужиком, я так и скажу, неправильным, то она в постоянной тревожности, она в постоянных переживаниях. А что будет, если он сейчас придет домой? А в каком он настроении? А что мы будем кушать? А когда мы поедем наконец-таки отдыхать? А будет ли он сегодня со мной нормально общаться? Или мы опять поругаемся? То есть она не может расслабиться с этим мужчиной. Она не может выдохнуть. Знаете, впасть в такое состояние, в состояние умиротворения и проживать свою жизнь, не растрачивая энергию направо-налево. Поэтому будьте, здесь очень важно быть честным с собой и пробежаться по всем этим пунктам и честно ответить на вопросы, которые я сегодня затронул. Если вы понимаете, что вы себя обманываете во всем и везде, и ваши отношения и близко не подходят описанию, о котором я сегодня озвучивал, ну что вы там делаете, скажите мне. Понятно, что вы можете сказать, Марк, вы там людей подталкиваете на расставание. Я подталкиваю на то, к тому, чтобы люди научились быть честными. Зачем проживать свою жизнь через ложь? А в первую очередь через ложь к себе. И бороться нужно за что? За отношения, за любовь. И любовь, она действительно все может. Она многое претерпевает, она и милосердствует, и долготерпит. И любовь это удивительное явление. Поэтому будьте честными, ответьте, если у вас по этим признакам все свидетельствует о том, что ревно с вами настоящий мужчина, я вас поздравляю, будьте счастливы. Давайте ему то же самое. Любите его так же. Если же этого всего нет, делайте выводы для себя. Общайтесь, разговаривайте, что-то меняйте в отношениях. Потому что они даны для того, чтобы мы радовались, любили друг друга. Они постоянно тревожились и мучились. Зачем они нужны? Потревожиться, помучаться можно и без отношений. И так найдутся какие-то поводы и причины. Я еще раз напоминаю, что у нас каждый месяц проходит бесплатный онлайн-курс. Я такая одна, удобная или уникальная. Ссылка находится в описании под этим видео. Поэтому сразу после просмотра этого ролика проходите регистрацию и присоединяйтесь. Программа длится ровно две недели. Принимать участие можно из любой точки мира, где бы вы ни находились. Рассматриваем мы и затрагиваем абсолютно разные темы от отношений в семье до отношений с женатым мужчиной, повышения самооценки, развод, предательство, абьюзивные отношения и так далее, и так далее. Детско-родительские отношения, то есть травмы, которые были получены в детстве. Все это на нашем курсе. Я такая одна, удобная или уникальная. Ссылка под этим видео. А мы с вами увидимся в ближайшее время. И я с вами прощаюсь ненадолго. Пока-пока.